Очередь дошла и до столицы. Весь январь и февраль населенные пункты и районы республики подводили итоги ушедшего года. Сегодня отчитались чебоксары. В зале заседаний торжественная обстановка. Даже гимн чебоксар прозвучал в этот раз вживую. Отчетное собрание по итогам года начали с приятного наград и вручений. Кто-то получил звание заслуженного врача, а кто-то сертификат на материнский капитал, а кто-то ключи от долгожданной квартиры, куда переселятся из ветхого жилья. С приятного начали, приятным и продолжили. Чебоксары лучший город России. Такой стала первая фраза главы города Леонида Черкесова. Кстати, городоначальник вовсе не хвастался. 167 295 голосов. С таким результатом чебоксары победили в интернет-конкурсе «Город России. Национальный выбор». Кроме заслуг виртуальных, были и вполне реальные. Своебразной оправой для этой самой жемчужины стали спортивные рекорды. В прямом смысле слова. Зарядку со звездой чебоксары отныне значатся в Книге рекордов России и Европы. Постепенно от того, что в прошлом году было, глава города перешел к тому, что в следующем году будет, ну или во всяком случае запланировано. Так, в 2014 году предстоит утвердить новый генплан города, навести порядок в сфере ЖКХ. Кроме того, необходимо устранить нестыковки в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Стоимость одного квадратного метра на приобретение жилья, соответственно, приказы Минрегионы составляли в 2013 году 28 670 рублей. При этом, по данным Чувашстата, средняя цена на рынок жилья Чувашской республики на конец 2013 года составила более 39 тысяч рублей, а по городу Чебоксары еще выше. Во-вторых, по действующему законодательству, средства фонда реформирования ЖКХ и республиканского бюджета предназначены на оплату нового жилья, равнозначенную по площади сносимому. В среднем разница площади в аварийных и новых домах составляет более 10-15 квадратных метров. Это ведет к необходимости дополнительного финансирования на оплату разницы квадратных метров за счет местного бюджета. Глава администрации города выступление начал с позитива. Садики строятся, город благоустраивается. Однако у главы Чувашии возникли вопросы. По долгам, по арендной плате за муниципальные земли и за муниципальную собственность, имущество 400, почти 40 миллионов рублей на 1 января текущего года. Какие меры будете принимать? Вообще, по сути дела, такого долга не должно быть. Основная сумма долга, наверное, более 50% от всего долга за землю, это долги банкротов, в том числе обманутых дочек. Среди должников есть и достаточно известные предприниматели, достаточно известные предприятия. И мы в ближайшее время начнем публично информировать население и публично заявлять о должниках города. Еще глава поинтересовался судьбой жилья для обманутых дольщиков. В этом году удалось закрыть большую часть долгов, но на следующий год работы тоже хватит. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.